Друзья, это Игорь Харламов, Игорь Харламов у нас сегодня в гостях, поэт, музыкант, актер, телеведущий. Ну вот мало кто знает меня, к сожалению, а его я все знаю. Ну теперь тебя знают еще побольше людей. Черт побери. Да, но мы знакомы уже 20 лет на самом деле. Это правда. 20 лет. Ой, я вспомнил, как мы в Обдинске выступали, на турслете, помнишь? Ой, мамочки, это было же вообще... Когда тебе бутылка водки в голову прилетела из зала. Ну как из зала, из поля. Да, 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 зал. Ты, конечно, махнул. Когда приятный человек в костюме Гитлера встречал на вокзале. Да, да, да. Ужас, ужас, мама дорогая. Не, ну а когда мы выступали, помнишь, на поминках, когда Люхтов сказал, что все, пойдемте. Типа вахтовый зал. И когда человек... Мы зашли в вахтовый зал, встали, и там вот этот длинный стол, и все, это вдова. И этот человек, который... Я помню очень хорошо этот момент, когда он говорил, Виктор Сергеевич был замечательным человеком. Я помню, как мы с ним ездили на циврину. Но, как говорится, жизнь продолжается. Продолжается, да. А там же еще была шикарная финальная шутка же, прям для поминок. Когда мы умерли, говорили, господи, куда мы попадем после смерти? Никуда вы не попадете? Нет на том свете никакой линии. Никакой линии. На поминках. Я смотрю, у вас шоу появилось за время наших невстреч. Да, у меня, видишь, фирменная кружка. Вау, прекрасно. Я не имею такой возможности. Фирменный конверт. Бумажки. Ручка фирменная. Что ты делаешь со мной? Я все продал, чтобы запустить это шоу. И я в такой жопе. Ой. Это прекрасно. Ну, кстати, не сказать тебе, что там что-то плохо. У тебя там еще люди какие-то есть? А как же, извиняюсь, я надеюсь, у них в масках, в перчатках. Да. Да, это такие люди, знаешь. Ну, понятно. Понимаю. Понимаем. Ну и что? Мы никуда не уходим из этой комнаты с февраля. А, прекрасно. У меня, в принципе, то же самое. Я живу вот здесь тоже, в этих стенах. Вот стена. Ой. Какой интересный room service, хотел сказать. Я в ней, вот, существую, вот, видишь, вот тут. Слушай, очень красиво. Вот еще. Ой, такая же. Смотри, абсолютно идентичная. Интересная. Это что за покепот? Потолок? Ледяной. Дверь скрипучая. Я живу в песне. Смотри, ошметка. Есть вопросы. Ну-ка. Вот. Их 20 штук. Да вы с ума сошли. Я их не читал. И тебе не советую. Смотри, 20 вопросов. Их задавали тебе в различных социальных сетях. Ага. Вот. И из этих 20 ты можешь произвольно выбрать любые 10, и мы на них будем отвечать. Ну, ты будешь отвечать. Я сейчас, наверное, буду абсолютно, скажем так, я не могу говорить. Это для интервью очень неплохо. У меня такие через раз, знаешь, на интервью. Короче, буду скорее всего предсказать. Давай начнем с самого неожиданного номера. Один. Один. Он лежит сверху, прикинь. Отлично. Давай посмотрим. Я забыл цифры. Мы с тобой стареем, Савелик. Скоро будет. А что? Какой вопрос? Ничего, скоро анекдоты будем рассказывать. Смотри. Давай. Люди вот начали смотреть камеди в изоляции. Ну, то, что снимает «Карантин стайл». Я имею в виду последние выпуски камеди. Павел Павлов Павел 777 написал. Это министр тавтологии, я понял. Министр-министр, не забывай. Он написал, ну вот, лучше бы просто старые выпуски показывали. Загибается камеди печально. Это лет 14, да, об этом говорят уже? Нас хоронит каждый выпуск. Да. Кстати, считай, у нас вот этот 15, это будет ровно 15 лет камеди-клабу. То есть вот пятый выпуск, который выйдет, будет ровно 15 лет эфиру камеди-клаба. То есть не в эфире. Да, и каждый раз камеди загибается, когда человеку не нравится тот или иной номер или тот или иной выпуск. Это постоянно происходит. Поэтому, ну, ребят, что касается нового формата, что значит, лучше показывать старое. Ну, старое можно посмотреть в интернетах. Ну да. А новое вы увидите только вот по телеке. Ну, всегда чего-то кому-то не нравится. Это реально происходит. Мне кажется, со второго выпуска камеди начали говорить, что он вздувается. Слушай, это вообще такая история, знаешь, вот что бы ты ни сказал, в пространство всегда найдется человек, который сольет тебя, сожрет только потому, что ему, например, хочется так. Да. Да, я уже с этим привык. Я уже настолько привык, я не знаю, у меня каменная, жирная, ну, жирная, понятно, каменная кожа. То есть ты можешь сказать, доброе утро, друзья. Я вас всех очень люблю и желаю вам здоровья, чтобы у вас все было хорошо. Сгори в аду, ебаный шут! Ты в окно посмотри, что в стране происходит. Доброе утро! Конечно. Понимаешь? То есть это все уже понятно. Давай номер, конвертер. Давай два. Я начинаю догадываться, как будет дальше идти наша дискуссия. У меня система. Система ясна. Так, вот вопрос. Когда-то ты разыгрывал среди своих подписчиков три PlayStation? Это было недавно совсем, вот на той неделе буквально. Вот. И человек спрашивает, что, прям в натуре отдал PlayStation? Ты что, богач? Значит, ну, надо сказать, что вот эти три PlayStation, у меня были разные там мероприятия, коллеги, день рождения и прочее, прочее. И не только у меня, но еще и у моей супруги, ну, и у близких людей, которым дарили эти PlayStation. А так как у меня их собралось, ну, некое количество, то есть в количестве трех штук. То есть есть плейка, на которой я играю постоянно, и она, естественно, у меня рабочая. А вот эти три, они просто пылились, стояли. И особо PlayStation 4 никому из моих друзей особо и не нужны были. Что они как бы стояли, стояли. И вот получилось так, что я на них смотрел, смотрел, и давайте-ка разыграем эти плейки. И спокойно разыграл. Причем, действительно, разослали и подарили. То есть я даже попросил людей, чтобы выложили они видосы эти. Не обманул? Нет, нет, нет. Они не будут потом писать PlayStation, PlayStation тебе в эстет. Нет, это не был гиф или что-то. Это был чисто мой абсолютно... Веление души. Порыв, да. Конечно, я десять раз пожалел. Что я натворил? Я был просто под воздействием чего-то, скорее всего, хорошего настроения. Хорошее настроение у него, ага. PlayStation он раздает. Конверт, номер. Давай-ка сломаем эту нашу с тобой систему. Три. Окей. Не ожидал. На монтаже просто с ума сойдет. Как это собирать? Понимаю. Скажите, пожалуйста, Игорь, спрашивает Андрей, 15 семерок, будут ли чипировать через вакцину после самоизоляции? Как вы думаете? Как это прям точно? Очень интересно узнать именно ваше мнение о чипировании. Я думаю, что этот вопрос надо спросить у Чиповской. Хороший вариант. Или у Инги Борги вакцинайте. Вот, пожалуйста. Так что, у Ани Чиповской она знает точно. Я не знаю, что она чипирует. Я не понял ничего. После вакцины Чиповской. Смотри, мы же все прекрасно понимаем, что коронавируса нет. И это просто повод для того, чтобы чипировать население и управлять нами. Ага. Это уж ты понимаешь? Я просто какие-то очевидные вещи объясняю, по-моему. Блин, я не знаю, почему мне так смешно стало. Так, ну хорошо. У вас такой канал, да? Просто мы верим в дерево. И поэтому друиды... Знаешь, так если... Ну, сейчас очень друидный пример. Мы просто разжевываем очевидное. Очевидно. Земля плоская, и ты можешь упасть. Если долго идти прямо. Ты что, дурак? Куда ты пошел в Мурманск? Там же край земли. Ты упадешь на слона и на огромную черепаху. Ребята, не верьте. Ради бога. Конверт. Четыре. А, четыре. Я просто думал, мало ли какой. Четыре. Хорошо. Так. А в шагу Мататов спрашивает. Акуна Мататов. Акуна Мататов. Значит, что... Какой незатейливый и смешной юмор. Понимаю. Сейчас еще улиток приползет к нам в эфир. Там же у нас контент. Нет. Акуна Мататов спрашивает. Где Тимба? Пумба. Тимба. Тимон я хотел сказать. Я понимаю, что ты хотел. Тимба. Это сын Тимона. Точно. Тимба. Да. Значит, Мататов спрашивает. Гар. Ау. Ты же артист. Зачем же ты материшься из-за всяких деградантов? Деградантов написано через И. Материшься через И тоже должно быть. Материшься. Через деградантов. Не падай так низко. Это недостойно. Но он имеет в виду, видимо, в комментах, в инсте или где-то еще. Понятно. Слушайте, иногда мат во благо. Потому что по-другому люди не понимают. И, кстати, по поводу мата. Я считаю, что есть вещи, где, например, гумористические какие-то сценки, где без мата просто не получится передать то состояние, в котором... То есть мат что? Мы почему-то к мату очень сильно резко против. Хотя на самом-то деле, если мы говорим про людей взрослых, понятно, что детям не надо этого слышать и знать. Но в некоторых, скажем так, миниатюрах или в спектаклях, или в кино без этого просто не обойтись. Потому что мат расширяет диапазон эмоций. Да. То есть если он правильно вставлен в сценарий и правильно, скажем так, передается... Потому что, например, есть люди, у которых мат просто... Даже если он правильно по сценарию его говорит, он просто невозможно воспринять этого человека, который будет матом. А есть люди, у которых он достаточно... Органично звучит. Органично смотрится и прекрасно звучит. Поэтому мат-мат урознь. И если человек считает, что только на мафии делали, ну нет, это не так. Это красочка языка. Конечно. Как вот передать? Смотрите. Человек выбегает там, не знаю, условно, пожар или что-то случилось. Человек выбегает и говорит, конец! Все, конец! И человек выбегает и говорит, пи***ц! Не, он может выбегать и сказать, я задачен! Да, 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 да. У нас очень много появляется, знаешь, типа, я же матерей, за чистоту языка. То есть человек, который в соцсети обязательно скажет, что ты плохо. Ты говоришь, сам в жизни, мне кажется, нормальными словами, особенно если он пишет через и. Да. Ну, слово деградации в основном люди пишут через и. Да. То, как бы... Иди нахер. Да. Такая точка. Так, какой же конверт следующий? Смотри. У нас было что, один, два, три, четыре? Да. Давай двадцать. Ну, ты кудесник, конечно. А? Так, давай двадцать. Смотри. Так, что, на ваш, Игорь, взгляд, будет с планетой после того, как пандемия закончится? Спрашивает тебя ксеноморф. О, уважаемый ксеноморф, по нам въехал метеорит. Именно по нам? Да. По тебе и по мне. А вы будете жить дальше. Да. Да, все верно. Точечно. Да, ну, слушай, судя по тому, как этот год начался и как он продолжается, я боюсь представить себе, что будет дальше. Потому как, мне было очень смешно, потому что, если мы вспомним, дорогие друзья, что мы все говорили на Новый год, поднимай шампанское. Мы говорили, наконец-то этот тяжелый год закончился. А теперь вспомните, пожалуйста, что же такого ху**а было в том году? Конверт. Да, конверт номер пять. Конверт номер вернулись, фу, слава богу. Вернулись. Да, мы маленькие сделали. Чем туда и все. Так, ты поздравил жену двух сестер через Инстаграм. Ну и вообще люди пишут, там, мои жены, там, день рождения. Или у моего мужа, или у моего ребенка. Да. Скажите, дама с собачкой тебя спрашивает. Зачем поздравлять кого-то из своих родственников через соцсети? А, да, хороший вопрос, на самом деле. Дело в том, все очень просто, что мои сестры, их две, Катя и Алина, они тоже находятся на самоизоляции, как и я, собственно. И мы, как бы, друг друга не видим. Понятно, что мы созвонились, понятно, что я их поздравил. Но приятно же считать, что брат, которого знает, там, три с половиной человека, условно, поздравил сестру. Это очень условно. Плюс-минус. Да. Которую знают тоже ее, у нее тоже есть окружение, у нее есть друзья, там, и так далее. И ей приятно. Ну, конечно, приятно. Да, то же самое и, там, моя супруга. Ну, как, странно этого не сделать. Тогда будет вопрос, а почему ты не поздравил, а что случилось? Ну, да. В любом случае, это так принято. Ну, я не знаю, теперь это часть нашей жизни. Если, там, моего ребенка день рождения, я поздравлю обязательно. Если, там, моего друга день рождения, то я могу поздравить. Ну, то есть... Кому от этого худо? Да, что тут такое, тем более, это моя соцсеть. Я могу поздравить прохожего. Это просто такая услуга у тебя есть в Инстаграме? Я поздравляю прохожих. Ну, сейчас прохожих лучше не поздравлять, потому что на дом сидит. Можно кричать в окно им что-нибудь хорошее. Да. Хотя вот начались, вот опять у меня тоже, звездные войны, знаешь, как называется. У меня часто бывает такая хрень, я что-нибудь выложу, и начинаются дебаты с людьми, которые, там, ну, вот из серии, там, гори в аду, ублюдок, вот эти. Хорошие дебаты такие. Да. Милые. И причем, ну, часто одно и то же повторяю. То, что я говорю сегодня, вот сейчас я выложил вот предыдущую историю, сидите дома типа. Какого хрена? Сложно сидеть дома? Я должен зарабатывать деньги, да? Я говорю, ну, хорошо, зарабатывать деньги. Я имею в виду, если у вас есть возможность, все-таки сидите дома. Если нет такой возможности, не сидите. Вопрос в том, что это от вас, это ваше личное желание, или не желание, это ваш выбор. Я просто говорю о том, что лучше. Проплаченный хрень. Кремлеводный. Блин, твою мать. Ну, хорошо, хорошо, ладно, проплаченный. Все, я живу на деньги, которые получаю от того, что говорю, мойте руки, сидите дома. То есть я забираю хлеб у Малышева. На всем наживаешься, на всем. Абсолютно, абсолютно, конечно. У меня же помешанный на деньгах. Ну, слушай, я ничего не представляю себе без бумаги. Любой, неважно, что на ней. Абсолютно. Тем более, сейчас купили сразу. Да, конверт. Конверт номер 6. 6. Хороший, логичный выбор. Что там лежит? Алена Блонди. Женщина. Вот она. Жожоба. Жожобабушкинская. Жожобала, да. Гарри, ты что-то похудел. Или мне показалось? Нет, вам показалось, я не похудел. Я вообще, честно говоря, перестал это измерять. То есть в какой-то момент надо было это мерить. Я вставал на часы, и они показывали полпятого на весы. Ну, и ты понял, что как бы все нормально. Да, все в порядке. Я не... То есть вес не уменьшался. Нет, ну весы, понятно весы. Но страшно делать весы. Потому что ты что-то... Ой, не говори. Страшно делать. Начинаешь что-то это... Худеть, недоедать, недопивать. Что-то вот так... В конечном итоге 2,5 грамма ушло. У тебя какой-то праздник. В одном-то просто стагнация. И ты ненавидишь уже ничего. Я, например, не могу не есть. Я не могу не есть. Мне надо есть. Если я не ем, я превращаюсь в сатана. Водитель из Яндекса кто это? Все верно, да. Я не могу общаться. У меня плохое настроение. Ну, ужас. Ну, ужас. Едоголик. Я едоголик. Я едоголик. Ну что, седьмой вопрос. Вот, видимо, клюет. Седьмой. Седьмой конверт. Как-то нам 20-й, конечно, чуть не испортил все. Так, смотри. Хороший вопрос от человека, который был у меня уже на интервью, кстати. Так, так. Старик Андреасян тебе пишет. А ему никто не пишет. Смотри. В целом случае сценарий. Говорил я тебе. Как ты? Продолжай, пожалуйста. Одну руку убрал из кадра, я смотрю. Говорил я тебе. Куда ты ушел? А, вот вернулся. Говорил я тебе. Давай кино снимать. Говорит тебе Сарик. Тебе говорил, Сарик, давай кино снимать? Это вопрос или это просто точка? Говорил я тебе. Приказно. Ну, это он, не знаю, на что он откомментировал, но он хочет с тобой кино снимать. А у меня есть ответ на этот вопрос. Говорил. Следующий конверт. Горсик. Вот, грин 19.0111. Гарик, привет. Что делать? Чем заняться на самоизоляции? Посоветуй, пожалуйста. Ребят, смотрите. Есть несколько вариантов. Можете снимать Comedy Club. Так, ну, да. Да, можете выходить. Это шанс большой. В прямой эфир можно выходить. Так. Это, кстати, хороший вариант. Можно играть в Плеху. Это вообще прекрасный вариант. Я себе приобрел такую херню, называется Oculus. Oculus, это очки виртуальной реальности. И это тоже охрененная штука. Можно заниматься сексом, чтением книг. Можно посмотреть какие-нибудь сериалы в Тьма Тьмущей. И смотреть какие-то... Ну, короче, я говорю, банальные вещи. Но, тем не менее. Но, тем не менее, это очень отвлекает, на самом деле. То есть, это вообще много плюсов из этой всей ситуации. Понятно, что если минусы убрать, что умирает люди, что это вообще заразная хрень, мы больше проводим времени с семьей. Мы больше занимаемся сами собой. Мы как-то имеем возможность, скажем так, побыть наедине с самим собой. То есть, оценить вообще, та ли это жизнь, чем мы ли мы занимаемся, хотим ли мы... Ну, короче, просто еще философия. Тебе пора выйти на воздух. К чему мы идем вообще? К чему мы идем? В чем смысл всего этого? Нужен ли ты самому себе? Да, что ты? Что ты? Ты можешь сесть вот в комнате и 10 минут буквально слушать самого себя. Как только пройдут газы... Полуфинал! А такое в этом сезоне КВН возможно? Да, вы услышите маленький голос внутри себя, который скажет... Ты... 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 А дельфины, они, кстати, уменьшие и уменьшие. Это единственные, по-моему, которые получают оргазм во время секса. То есть, если ты... Ему понравится. Панину не говори. С блокнотом сидит, стрим смотрит. Господи, что мы несем? Последний конверт остался. Десятый вопрос услышим. Давай. А вот прекрасный Эльдар спрашивает. Очень невинный, милый вопрос. Когда выйдет новый сезон ХБ? Хороший вопрос. Прекрасный вопрос. Вообще, проект ХБ – это чистый фан. Он и был таковым. То есть, это не было такой прям проект. Да, он дорогой, да, он интересный, да, он крутой. На наш взгляд. Но это чистый фан. То есть, это не было, значит, какой-то... А давайте сделаем проект. И первый сезон, как получился второй, получился. Опять же, спасибо всем, кто принимал в этом деле участие. И Сене Слепакову, и всем авторам, и Егору Баранову, режиссеру. И если он случится, он случится именно в том составе, в котором он случился. Но надо, чтобы состояние, видимо, совпало у всех. Да, и у Сени там полным-полно дел, и у авторов, и у Егора Баранова тоже, и у нас, собственно, тоже. Поэтому, как только это придет, вот эта вот мысль, и все... А давайте, а давайте, вот тогда это произойдет. Ну, очень бы хотелось. Слушай, мы просто шикарно поговорили, я получил гигантское удовольствие от нашей беседы. Я тоже, я правда без лишних какой-то... Во-первых, я по тебе соскучился, я тебя точно не видел. Ты прекрасно выгляжешь. Всем тем, кто за кадром, большой привет, все молодцы. Я вас не знаю, знать не хочу, но вы молодцы. Гарри Харламов был у нас сегодня в гостях. Гарри, тебе гигантское спасибо, супер удовольствие с тобой пообщаться. Я скучаю и люблю тебя. Взаимно, взаимно. Спасибо, что вы излезли, лайки, дизлайки, комменты. Все делайте, ребята. Увидимся в интернете, всем пока. Пока-пока. Ура!